Добрый день! Сегодня мы встречаемся с Александром Владимировичем Орловым, русским поэтом, прозаико-публицистом-историком, директором Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Здравствуйте, Александр Владимирович! Здравствуйте, Констант Петрович! В прошлый раз мы поговорили о вашем творчестве, о ваших новых книгах. Это было очень интересно, вы почитали свои стихи, а вот сейчас мы сидим, и рядом с нами просто войско мощное, непобедимое, такие, так сказать, богатыри. По-моему, это Илья Муромец, Алеша Попович, Добрый Никитич. Ну, сильный триумфират такой. Да, мощные, былинники такие мощные, да. Это те самые символы, которые характеризуют «Золотой Витязь», то есть это, собственно говоря, фрагменты наград, которые награждаются. Но в «Золотом Витязи», где есть кино, где есть много других видов искусств, есть Международный славянский литературный форум, директором которого вы, собственно, являетесь. Если я не ошибаюсь правильно, ваш должен так звучать директор, да? Да, да. Вот каждый раз что-то меняется, каждый год приносит что-то новое. Что новенького на литературном поприще вы, так сказать, в славянском форуме «Золотой Витязь»? Ну, вот я третий сезон, как веду славянский международный литературный форум, вот, но этот сезон для меня, он не особенный, он для меня просто качественно новый. Даже так? Каждый год, да, потому что, знаете, недавно разговаривал с главным редактором журнала «Подъема» Иваном Александровичем Щелковым, и он сказал, что, ну, это теперь литературный олимп. Приятно, если это так. Литературный олимп что? Сам форум. Сам форум. Международный славянский литературный форум, а это литературный олимп. Интересное мнение, да. Интересное мнение, и, в общем, в последнее время говорят, что и интересы, и уровень еще более стал высоким. В этом году, я считаю, что у нас прекрасная поэзия, есть что читать, замечательный короткий список, это Анатолий Аврутин, это Ольга Корзова, это Светлана Кекова, которая уже была у нас лауреатом «Золотого витязя», это Елена Крюкова, Марина Савиных, Никита Брагин, протеерея Геннадия Рязанцев-Седогин, в общем, очень интересные авторы. В этом году было много проблем с прозой. Книг было больше, чем в прошлом году, но жюри не устроили эти произведения, и они не были допущены до участия в конкурсе. Я знаю, что буквально в прошлом, что ли, году было 358 произведений, если не ошибаюсь. Да, и в этом году что-то примерно... Это много. Как и в этом году. Да, у нас очень много произведений, но у нас интересная литература видения, там много интересных... О, литература видения – это такая вещь, очень редкая в современном литературном процессе. Да, но у нас есть выбор... Именно литература видения, не критика. Именно литература видения, да, не критика. Ну, там есть книги, которые вообще литература видения само-то, в общем, подразумевают, как подразделы критику, в общем-то. Совершенно верно. Да, ну, есть прекрасная книга «Предназначение» Вячеслава Мечелютова, очень достойное внимания. Ну, там ни одна книга, в общем-то, есть замечательная книга Марианы Дударевой. Я, в общем-то, говорю о тех авторах, которые, в общем-то, претендуют на лауреатство. Я бы выделил их именно. Ну, и в каждой, в общем-то, номинации есть свои лидеры. А в «Литературоведении», как вы отличаете, так сказать, хорошесть литературоведческой книги? Клубиной познания, так сказать, профессионализма автора или чем-то другим еще, неожиданным взглядом, может быть, или что-то. Что выделяет, как сказать, что вот это литературовед, он действительно талантливый человек, он пишет серьезные вещи, а этот не очень. От не очень до очень. Какой промежуток? От не очень до очень у нас есть в каждой номинации эксперты. Если это литературоведение, то это литературовед. В нашей ситуации это, значит, Анна Сергеевна Евтихева, которая прекрасно занимается, прекрасно преподает в Московском государственном университете имени Ломоносова. Сама литературовед, бывший лауреат «Золотого витязя». И, в общем-то, мы здесь в большинстве полагаемся на ее мнение. Но мы можем и согласиться, а можем и не согласиться. Но в данном моменте мы говорим о тех авторах, которые претендуют, а эти авторы качественные, потому что книги глубокие. Я имею в виду Вячеслава Лютого и Марианну Дудареву. И просто Вячеслав Дмитриевич уже, в общем-то, человек другого поколения. А Мариана Дударева, она не просто там литературовед или супруга ушедшего поэта, главного редактора журнала «Юности» Валеры Дударева. Это еще человек, за которым, возможно, будущее российского или русского литературоведения. Вот так вот. Да. Переводчики у вас присутствуют? Да, переводчики присутствуют. А кто-то знаменитый серб, который переводил ваши книги, недавно же скончался, я имею в виду, который переводит не только на русский, но и с русского. У нас есть иностранцы, но я бы выделил двух переводчиков, наверное, трех. Это, значит, Андрея Попова из Сыктывкара, Андрея Голомагу из Москвы, и знаменитого поэта и переводчика из Республики Сербской, из Бани Луки, это Зорана Костича. Мы когда-то с ним познакомились в 1917 году, обаятельнейший серб, сошлись на том, разговаривая о Великой Отечественной войне, что мой дед и его отец были партизанами. Он мне рассказывал о встречах с Владимиром Семеновичем Высоцким, как они дружили, как он его принимал в Белграде, ну, еще в той, когда о Сербии, Сербии не было, когда была Югославия. Вот, наверное, это три таких наиболее значимых переводчика в нашем конкурсе на сегодняшний день. То есть они принимают участие? Да. Есть ли в «Золотом Витязе» особый подраздел или, может быть, вынесены как бы отдельности, кроме того, что это специальная премия, я просто знаю, потому что сам я получал, литературу, связанную с духовностью, то есть, околоцерковной, близкоцерковной, духовной, или связанной с историей церкви, или связанной с публицистикой церковной, или связанной с житийными какими-то географическими данными, так сказать, жанрами и так далее. Или такого нет? Есть, и это называется номинация «Дорога к храму», это специальный приз из Зайдерского совета Русской Православной Церкви. Ну, в этой номинации есть Иван Андреевич Исаулов, в общем-то, известный всем. Да. Замечательный иерей, поэт Дмитрий Требушный. Еще в номинации «Дорога к храму» есть замечательная книга и романаха Пафнутия Фокина, которая рассказывает о новомучениках и фронтовиках Саветроицкого монастыря. Вы или вы скажете о детской литературе. Это как бы особый жанр, особая стезя. Да, я с вами согласен, но в детской литературе много очень интересных книг. Но вы знаете, Арсений Замостьянов, наверное, главный Суворовой вед и Державина вед на России на сегодняшний день. И его, значит, соавтор Геннадий Жигарев издали прекрасную, написали, издали прекрасную историческую книгу, которая для нас, в общем-то, с самого начала была в приоритете. Это большой труд. Книга рассказывает о народах, которые населяли всю территорию Российской Федерации издревле. Она блистательно иллюстрирована. Там замечательная картография, там замечательные фотографии. И я думаю, что такую книгу хотел бы иметь и каждый взрослый, и каждый ребенок, и учителя истории, конечно бы, тоже. И не только истории, возможно, и географии. Книга крайне полезная. А вот в жанре детской литературы сейчас писатели немножечко, скажем так, уходят в слишком, так сказать, глобальные умные темы. А вот такой детской литературы, которая как бы легкая, которая как бы детская, которая как бы даже не то, что сказочная, а такая, ну, просто детские стихи. Вы знаете, прекрасная детская литература у Дмитрия Ермакова из «Вологда». «История старого поня». О, замечательное название. Совсем недавно я прочитал, не помню сейчас название, книгу детскую Анастасии Астафьевой, дочери нашего замечательного писателя. Прекрасная книга. Но она у нас не участвует в конкурсе. В общем, мы никогда не страдаем. В детской литературе всегда очень большой наплыв авторов. И я думаю, что так будет продолжаться и дальше. А как вы думаете, вот правильно было решение выделить литературу в «Золотом Витязе» в отдельный форум? Ну, я думаю, что были такие люди, которые задумали выделить литературу в форум, и они очень хорошо об этом подумали. Это помимо Николая Петровича Бурляева был Валентин Григорьевич Распутин. А то есть это одна из идей была его? Да, да, да. И он был первым президентом форума литературного. И Владимир Крупин – это уже его преемник. То есть отделяться от всего форума в отдельную премию нет смысла? Это все равно золотой витязь? Да. Это литературность, золотой витязь. Ну, идеей Николая Петровича все-таки уже более 30 лет. Бурляева. Да. Вот. И поэтому, в общем-то, его желание сохранить русскую культуру на всех направлениях, оно очевидно. И, в общем-то, мне кажется, что золотой витязь, он обречен на долголетие, а, возможно, и на бессмертие. А может быть такое будущее у золотого витязи литературного, что он будет настолько престижным и настолько важным, что в денежном, в хорошем смысле выражении, перекроет собой Нобелевскую премию в области литературы? Я не думаю, что это обязательно. А мне кажется, что это очень важно. Вы знаете, ну, как сказать, финансовая вставляющая, разумеется, она всегда важна. Это однозначно. То есть, не с точки зрения даже поддержать писателей как такового, а с точки зрения показать, что этот труд ценен, в том числе и даже в денежном выражении. Но нас настолько сильно никто не поддерживает. А жаль. Это жаль. Ни министерство цифры, ни министерство культуры, литература, она как бы не особо привлекательна для наших министерств. К сожалению. То есть, может быть, вы имеете до русского литературы? Ну, русскую литературу, да. У нас же есть... Создаются экспертные советы, в которых сейчас говорится о том, что это экспертные советы по современному литературному процессу. Уже не говорится, даже употребляется целостная литературная деятельность. Не говорится литература, а деятельность. Знаете, у нас вообще как бы на сегодняшний день в стране проблема одна. И, в общем-то, хочется одну фразу знаменитую перевести. «О суде кто?» Поэтому, если мы посмотрим в различные жюри, в комитеты гранта, которые занимаются грантами и так далее и тому подобное. И каждый раз, когда читаешь этот список, в общем-то, удивляешься. Как-то тот или иной фигурант присутствует где-либо и что-либо решает. Все-таки должны решать профессионалы. И помимо того, что должны решать профессионалы, должны решать честные люди. Те, которые верят в Бога, служат своей стране, а не личным своим интересам, либо интересам какой-либо литературной группировки. А это сложно. Всегда же современный мир он решает всегда по принципу ближнего круга. И, в общем-то, никаких тенденций к отказу от этого в данный момент нет. К сожалению. Поэтому странно теперь удивляться нам всем, что русская литература, несмотря ни на что, подвергалась и будет подвергаться, в общем-то, агрессии. Той агрессии, которая способна ее уничтожить. Потому, что эта агрессия распространяется на молодежь. На учащихся старших классов, на абитуриентов, на студентов. Такое ощущение создается порой, что силы зла объединились, чтобы внушить русским людям или всем, кто проживает на территории России, кто любит русский мир, что русской литературы в ее классическом понимании больше нет. Что она сдохла. Она даже, пусть она не сдохла, ее время прошло. Да, да, да. И такое ощущение, что планомерно над этим... А мы сейчас на русском языке будем писать то, что как раз более правильно. Да, да. И поэтому, в общем-то, эти вещи происходят достаточно давно. Вы знаете, порой вообще удивляешься. Василий Васильевич Киликов, который занимается прозой, также читает публицистику, он переслал мне некоторые тексты авторов. И мне удивительно. Ну, то знаете, с чем бы это сравнить? Какое отвращение они вызывают? Потому что вся физиология человека, она выставляется наружу. Только наружу выставляется непокаяние и нераскаяние. Вот Василий Великий говорил, что те, кто прячет свои грехи, не хотят с ними расставаться. Нет. Здесь эта демонстрация пороков перерастает в какой-то парад пороков, такой маскарад зла до сумасшествия. У людей могут быть разные восприятия. Я помню, когда мне лет 15 или 16 было, мне досталось одно произведение Лимонова. Очень небезызвестное. И для меня он умер. И я никогда более не хотел его читать. Мне он не интересен, мы разные. И у него есть поклонники, у всего есть поклонники. Говорят, что если начать с порочности писать от плохого к хорошему, источников взять отрицательное, это лучше воспринимается читателем. Это вызывает больше интерес. Аудитория разрастается. Это большие тиражи. Вы знаете, я думаю, что это было как раз в эпоху великих перемен. С распадом СССР, тогда, когда мы были в пуританском обществе. До нас этого не допускали. От противного. Мне кажется, Гетте все объяснил, когда сказал, что писателю не надо забывать, что в каждом своем произведении в какой-то мере он показывает самого себя. Поэтому, в общем-то, знаете, меня удивляют некие другие вещи. Я не хочу быть моралистом, но взрослые люди, отцы, деды, когда они описывают какие-либо вещи, они думают о своих детях, внуках, правнуках, о их друзьях. Как к этому будут относиться? Или вот этот маскарад порока, вот этот маскарад зла можно воспринимать как какую-то шутку? Но это же не шутка. Ведь... Шутка – основа постмодерна. Именно в эту эпоху, как говорят, как бы умные люди, мы и живем. Все перекраивается на шутку, все с улыбкой, все с юмором. Без юмора даже ни телевидения, ни радио не существует уже, ни литературы тоже. Все остальное скучно. Да, но по моему мнению, главная заслуга зла или темных сил – это убедить мир в своем отсутствии и пустить все в шутку. Да, да, да. Пустить все вот в такой увеселительный выдвиль, как будто это все так вот весело. И в этом веселье все стирается. А потому что оно по сути своей бездумно, и непонятно, какие цели оно несет. Если есть праздник Пасхи, либо какой-то праздник Дня Рождения, понятно, праздник чего и куда. А это то веселье, которое абсолютно бездумно, а бездумное веселье ведет в пустоту. Жизнь нужно пожить так, чтобы было как можно более веселее, перефразируемая знаменитую фразу. Да, да, да. Но это же не веселость. Это не веселость. Это беда. Это отчаяние. Возможно, отчаяние, если не сказать уныние, такое глубочайшее, в общем-то, которое приводит к такому сарказму. Бегство от реальной жизни, так сказать. Потому что, как говорится, часто говорят, что человек боится смерти, а мне кажется, что человек больше всего боится жизни. Но мы же все в той или иной степени, и, в общем, человечество, наверное, за всю свою историю в той или иной степени всегда пыталось убежать от действительности. Да. Когда мы молимся, мы хотим оградить себя, читаем, мы хотим уйти в какой-то другой мир, когда думаем о чем-либо, я не знаю, когда просто плывем, например. Мы хотим все обозначить, чтобы это не было опасным. Да. Мы знаем, что вот сейчас работает телевидение, все в порядке. Это не, ну, скажем так, не волк, который встретился с вами в лесу голодный и готов на вас напасть. То есть, как бы, действительность, на самом деле, должна быть легкой. Она должна быть простой, она должна быть не опасной. Ни в коем случае нельзя встречаться с реальной жизнью. А эта жизнь может принести что-то такое, что ого-го. Хотя, возможно, у этого веселья есть определенный положительный какой-то момент, потому что оно заставляет задуматься. И от него становится грустно. Айд Достоевский говорил, что великие люди должны испытывать большую грусть. Ну, пусть не великие люди, а просто люди, да, должны испытывать временами какую-либо грусть от определенных мыслительных процессов. Вы как директор славянского форума, литературного форума отдаете этому массу времени. Я просто это знаю. Вы большой организатор и все время в этом котле, так сказать, который переваривает большое количество людей и мнений и так далее. Что бы вы сказали, какое будущее у вашего форума? И вообще, есть ли будущее и победа за русской классической литературой? Или у нее сложное, тяжелое положение сегодня? Ну, у русской литературы последние десятилетия всегда тяжелое положение. Не знаю, у меня почему-то все время кажется, что, к сожалению, нет той цензуры, которая была в Советском Союзе. В лучшем понимании этого слова, да, в высшем. Нет достаточного количества редакторов, корректоров, чтобы жила достойная литература. Но, тем не менее, мне верится, что таким, я бы не хотел сказать, цензором, но таким стражником может быть русская православная церковь. Потому что это зона духовной крепости. В общем-то, мы, наверное, и видим это, поэтому и есть патриарша литературная премия, конкурс просвещения через книгу, лето господнее. Премия Достоевского, Аксакова. Премия Достоевского, Аксакова. Которая по издательскому совете русской простонтации. Буквально несколько лет есть другие литературные премии. Это премия святителя Филофея Тобольского и всей Сибири, святителя Макария Алтайского. Это литературные премии православные. Возможно, это спасительный якорь для русской литературы. И, наверное, это спасительный якорь вообще для всего русского общества, русского мира, для православных людей, для тех, которые, в общем-то, просто верят, да, неважно, какой конфессии они принадлежат. То есть, вы считаете, что это настоящее будущее вот вашего литературного форума, да? Да, я думаю, что мы тоже в этом ряду. По крайней мере, мы же, это же Николай Петрович Бурляев когда все это придумал, да, не просто он взял девиз святого преподобного Сергея Радоженского, да? Любовью, единением спасемся. Да, да, да. И 30-х лет назад ему было, ой, как тяжело. Неимоверно. 30 лет он провел всю жизнь, в общем-то, с этим золотым визием. Ну, не всю жизнь, по крайней мере, часть, часть, фактически половину своей жизни отдал этому международному форуму искусств. И сейчас литературный форум, в общем-то, должен хранить эти традиции. Вы чувствуете в себе силы участвовать в этом процессе? Да, иначе бы я этим не занимался. Потому что ведь все-таки вы тоже писатель, поэт, для поэта иногда свойственно быть лиричным в жизни, так сказать, не быть тотальным организатором. Как-то вам удается, так сказать, еще и как-то собрать людей. А ведь на это уходит уйма времени. Это же все в ущерб собственному творчеству. Ну, и это обогащает, потому что, когда ты видишь хорошую книгу и понимаешь, что она может там быть замечена. И хороших людей, конечно же, которые за этой книгой обязательно должны стоять. Каждая книга же стоит не только автор, да, то есть и коллектив людей, и тот по дуновению, кого эта книга появилась, ты радуешься и, соответственно, обогащаешься. Поэтому все растраты, они восполнимы. Вот этой замечательной фразой, все растраты восполнимы благодаря хорошим людям, исходя из той тезис, которую мы обсуждали, предлагаю закончить нашу передачу, наш замечательный разговор, напоминающим телезрителям, что у нас в гостях был Александр Владимирович Орлов, русский поэт, прозаик, публицист, историк, а также директор Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Спасибо вам большое и вам побед творческих, вдохновения и любви, извините, такой высокой духовной творческой любви. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Спасибо.